Итоги работы года ушедшего подвели сегодня в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. В оперативном совещании приняли участие не только руководители структурных подразделений самого ведомства, но и представители правоохранительных и смежных структур. К слову, налаживание механизмов работы с последними было одной из задач минувшего года. В общем перечне она занимала далеко не последнее место, однако внимание было уделено и другим пунктам. Много времени, внимания мы уделяли, скажем так, качеству экспертных исследований в этом году, контрольно-методической работы. То есть все, ну больше половины экспертиз, которые выполнял конкретный эксперт, они подвергались, скажем, рецензированию и проверке. Вот у нас был 2015 год объявлен годом качества, и на это качество мы большое внимание в 2015 году и выделяли. В минувшем году на Брещене было проведено более 45 тысяч экспертиз и исследований. Из них около 3 тысяч на базе Брестского межрайонного отдела, к которому относится и город над Бугом. Немалую часть от общего количества занимают те, что проводятся специалистами на платной основе по личным обращениям. Самые востребованные среди них процедуры по установлению спорного родства и исследования маркировочных обозначений транспортных средств. К слову, с каждым годом все меньше становится работ, которые могут провести только специалисты Центрального минского аппарата. Расширяются возможности областных экспертов. Очень много делается в Бресте, но, скажем так, считанные виды экспертиз не делаются в Брестской области, как и в общем-то в других регионах, а делаются в Центральном аппарате. Это взрывотехнические экспертизы, например, адрологические исследования запаха с помощью собак-детекторов. Они делаются только в Минске. Ну, много всевозможных химических для установления природы вещества в областных подразделениях, которые делаются. Среди целей и задач, которые стоят на 2016 год перед комитетом в целом и управлением Брестской области, в частности, одну из лидирующих позиций занимает дальнейшее усовершенствование материально-технической базы. Стоит отметить, что немало в этом направлении уже было сделано, однако прогресс не стоит на месте. А для данного ведомства шагать в ногу со временем особенно важно. Это позволяет работать максимально оперативно и объективно, что особенно значимо в деле установления истины. Государственный комитет соединенных экспертиз прилагает максимум возможностей для того, чтобы улучшить материально-техническую базу. Все деньги, которые мы зарабатываем в процессе производства платных экспертиз и исследований, все направляются именно на укрепление материально-технической базы. В прошлом году мы смогли существенно по отдельным направлениям повысить свою материальную обеспеченность. В этом году мы полностью планируем закрыть вопрос с исследованием наркотиков. В первый год существования госкомитета мы уже направляли на это определенное количество. И первоначально нам удалось решить эту проблему. Но с учетом того, что сейчас в борьбе с наркотиками уделяется особое внимание, мы сейчас предполагаем, что называется, на ближайшие лет 5-7 этот вопрос закрыть, купив определенное количество высокотехнологичного оборудования, хроматомаспектрометров для всех областных подразделений.